Ребят, всем привет! Меня зовут Сергей и я руковожу из Деском. Это сервис для организации общения компаний с клиентами в различных каналах. Много лет назад у меня был интернет-магазин, мы общались с клиентами по почте, в социалках, в Excel, в мессенджерах. И вот несмотря на такой офис, у нас было довольно много заказов. Когда мы потеряли вопросы от клиентов, мы теряли заказы и нам это очень сильно не нравилось. Тогда мне очень сильно не хватало сервиса, который позволил бы объединить все каналы коммуникации и при этом не разорваться на части. Я этим бизнесом уже давно не занимаюсь, но сделал решение для служб поддержки. Когда в компанию приходит больше 100 обращений в день по разным каналам, то возникает проблема. Как наладить этот процесс? Наладить его обычно не получается и образуется хаос. Компания просто теряет деньги. В этот момент кажется, что единственный выход из этой истории это заиметь какие-то сверхспособности или сотрудников со сверхспособностями. Но на самом деле, как нам здесь рассказывают во фри, это не сильно масштабируемая история. И поэтому мы придумали юсдеск. Юсдеск это сервис, который позволяет объединить все каналы коммуникации в одно окно. В нем работают сотрудники компании и он позволяет упростить и ускорить поддержку. Мы очень долго работали над первой версией, и все-таки это очень ответственный шаг, и вот что у нас получилось. Шутка. На самом деле, конечно, юсдеск выглядит не так, и управлять им гораздо проще, чем ядерным реактором. В отличие от многих сервисов наших конкурентов. Кстати, хочу рассказать о них. Большинство сервисов конкурентов направлены на IT-поддержку. Специализируется именно на ней. Другим компаниям приходится использовать Outlook или какие-то менее функциональные штуки, и это очень тяжело. Юсдеск это решение именно для клиентского сервиса. Наш основной конкурент это компания Zendesk. Но в отличие от них, у нас больше каналов коммуникации, и мы интегрированы с российскими сервисами. Юсдеск решает четыре основных задачи. Это автоматизация поддержки, накопление данных о причинах обращения от клиентов, это многоканальность и понятный интерфейс оператора. Хочу рассказать про кейс одного из наших любимых клиентов. Это компания MoneyMan, это МФО номер один в России. Для них мы автоматизировали 50% всех обращений. Увеличили, точнее ускорили скорость ответа в два раза, с двух суток до одного часа, и за счет этого компания, в общем, довольные клиенты берут в два раза больше займов. А это вот Вадим. Однажды в субботу утром Вадим позвонил мне и буквально разбудил, сказал, что ничего не работает, все пропало, нужно срочно чинить. Мы стали разбираться и выяснили, что Юсдеск ответил на все письма автоматически, и до оператора просто ничего не дошло. Автоматизация это работает так. Юсдеск разбирает запрос по ключевым словам и сам отвечает клиенту. И работает это за одну минуту. Сейчас у нас 31 клиент, для всех для них мы как тяжелый наркотик, с нас никто еще не слез, но самое главное, что внедрение Юсдеска, оно окупается за три месяца, в отличие от многих других внедрений. Рынок. Наши клиенты это компании, для которых критически важно удерживать клиентов, и обеспечивать повторные покупки, что невозможно без качественной поддержки. Мы посчитали, наш рынок составляет 205 миллионов рублей только в России. Там в тизерах у вас есть подробный расчет этой цифры. И почему мы верим в то, что мы достигнем этого объема? Два года назад мы приходили во фри с этим же проектом, нам сказали, вот будут у вас клиенты, тогда и поговорим. И вот выручка нашей компании по месяцам, у нас появились клиенты, мы за время этого акселератора выросли в три раза, запустили новый продукт чата в мессенджерах и вышли на самоокупаемость. В июле мы подключили детский мир, а в августе в систему поступил 5-миллионный тикет. Это значит, что уже сейчас наш сервис помогает нашим клиентам отвечать на больше, чем 5000 запросов в сутки. Но мы растем и продолжим расти еще быстрее. До конца этого года наша выручка составит 1 миллион рублей в месяц, а к концу следующего года 3 миллиона. Мы планируем масштабировать наши продажи в Европе также в следующем году. На все это нам нужно 20 миллионов рублей, 5 из которых мы планируем потратить на масштабирование продаж именно в России. Наш фокус сейчас здесь. Еще 15 миллионов рублей нам нужно на масштабирование продаж в Европе. Там 8% нашей текущей выручки – это именно европейские клиенты. Мы планируем увеличить этот показатель до 30% через 2 года и выйти на новые европейские рынки. Немного о нашей команде. Собственно, она здесь представлена. Мы с удовольствием поделимся с вами, пообщаемся нашим опытом, поделимся опытом, пообщаемся на тему того, как организовывать клиентский сервис, как мы работаем над продуктом и над его продажами. Спасибо большое. С вами был Сергей Будяков. Как говорит моя жена, скафаундер Ривз Деска.